сегодня задекорируем вот такую леечку посмотрим как я это сделала возьмем вот такую заготовку я купила фикс прайсе хотя в любых творческих магазинах можно найти вот такие железные лейки и здесь смысл не в форме а в том как ее декорировать потому что железо немножко требует другого отношения но в данном случае здесь не чистое железо ну даже если она уже покрыта эта леечка краской эмалью ну вот я делаю эту поверхность шершавой для лучшей сцепки с грунтом что потом краска то не облезла и вот таким образом я обрабатываю всю поверхность ну а затем эту поверхность нужно протереть и лучше всего обезжирить я в данном случае взяла ацетон и ацетоном протерла всю поверхность хотя можно любым спирто содержащим раствором про пройтись самое главное убрать то что мы натерли наждачной бумагой ну а после этого можно уже личку покрывать грунтом грунт можно либо купить в магазине я делаю его сама из белой краски клея пва и немного добавляю шпаклевки лучше всего жидкой чтобы не было комочков вот такой грунт я использую не только для вот таких изделий но и для мебели для мебели тоже если хотите покрасить мебель то же самое краска хорошая только хорошая вода вода отталкивающая желательно и да можно общем-то любую клей пва немного добавлять и жидкую шпаклевку все это хорошенько перемешиваем вот вам грунт замечательный и вот такими там панирующими движениями наношу затем дать просохнуть и можно нанести пару слоев краски с временем просыхания от часа до нескольких часов но я обычно последний слой когда наношу оставляю на ночь чтобы хорошенько схватился чтобы потом уже точно работать и знать что ничего не случится не уйдет краска вот поэтому сейчас я показываю что я выбираю салфетку с выбрала я вот такой большим количеством элементов буду сейчас вырывать нужный мне элемент я хочу приклеить велосипеды мне нужно лавандочки горшочки с лавандочками и вот это полосатое обрамление ну а для начала как вы видите я вырываю рисунок для того чтобы приклеить на поверхность олеечки и делаю это так ну не только я так делаю все декупажницы так делают для того чтобы края салфетки не было видно да и потом расслаиваешь эту салфетку после того как вырывается она она становится очень тонкой но сейчас конечно рассказываю для тех кто этого не знает делается все просто и легко самый такой кропотливый процесс это вырывание до самого рисунка а когда срезаешь саму салфеточку не всегда удается край спрятать этой салфетки поэтому мы вырываем расслаиваем приклеиваем сейчас покажу как это делается еще хочу сделать такой декор как трещинки на ручке и на носике для этого я хочу использовать вот этот одношаговый кракелюр чтобы эти трещинки было видно и они сочетались основным рисунком я взяла сиреневую краску и для начала наношу ее как основу на носик и на ручку тут не особо надо стараться чтобы сильно покрыть он как покроется так покроется потому что там все равно все это будет закрываться поверх белой краской носик покрыли теперь также покрываю ручку затем даем этой красочки просохнуть а поверх этой краски уже наносится одношаговый кракелюр сама жидкость имеет такую консистенцию клея вот покрываем дадим тоже высохнуть этому этой жидкости и она имеет такое свойство когда наносишь поверх этой жидкости уже высохшей краску вот эта жидкость кракелюр он разрывает эту краску и получаются красивые трещины мне нравится как раз марка именно этого кракелюра одношагового час это очень дорогой он по итальянский там такие шикарные получают с трещины просто замечательные забыла я снять как я покрывала краской этот кракелюр уже показываю результат что вот взяла красочку покрыла и появились вот такие трещины чем больше их держишь не покрывая лаком тем они шире вот я показываю вот уже эти какие трещины красивые получились это уже после того как сутки прошли это на следующий день да и кракелюр необходимо покрывать только один раз то есть кисточкой или губкой проходить по одному и тому же месту только один раз если начинаем не править что-то можно все все испортить поэтому изначально нужно при приготовиться краски побольше почерпнуть и одним мазком закрыть часть поверхности потом вторым мазком закрыть часть поверхности так ну вот я сейчас примеряю да вот здесь я разрезала салфеточку да здесь ну поскольку тут один край идет вниз то я ее разрезала напополам и теперь мне ее нужно приклеить ну я знаю три метода приклеивания салфетки они для разных целей в зависимости от того большая салфеточка маленькая но в данном случае кусочки у меня небольшие поэтому я выбрала вот этот метод то есть слегка натягиваешь салфетку и по поверхности начинаешь придавливать ее кисточкой с клеем пва либо это клей для декупажа конечно профессиональными материалами пользоваться намного удобнее лучше ну и клей пва тут тоже за милу душу пойдет главное чтобы он был белый и не очень густой в данном случае прям клей пва канцелярский взяла котором магазине продается больше у меня ничего не было я живу в горячем ключе сейчас купить здесь где-то по-быстрому такой клей бывает затруднительно это и не нужно для таких работ пойдет и клей пва и обязательно придавливать чтобы по возможности меньше образовывалась складочек но даже если они где-то и образуются это не страшно затем когда все это подсохнет ее можно слегка наждачной бумагой подтесать я еще там повырывала такие букетики цветочки помимо велосипеда которые будут тоже приклеивать такой мелкий еще декор сейчас увидите так ну вот беру я велосипед меня будет велосипеды с двух сторон примериваю вот такой кусочек уже труднее приклеивать чтобы не было заломов тем не менее при многочисленных попытках и тренировках можно научиться делать это очень гладенько без заломов без морщинок конечно с первого раза если кто-то будет делать или кто-то сделал это вряд ли получится но это не страшно навык прежде всего потренируемся и все получится здесь я уже взяла широкую кисть отложила вон маленькую кисточку потому что чем больше поверхность тем меньше заломов ну вот приклеила с одной стороны сейчас буду приклеивать с другой стороны вот я уже приклеила весь декор кустики лаванды приклеила где нужно маленькие цветочки горшочки с обоих сторон ну тут тут просто уже кисточкой прохожусь так для крепости и все вот пожалуйста все уже приклеено так выглядеть будет вот видите горшочек тоже я специально вырезала сюда подклеивала вообще для фантазии нет предела там ключик еще где-то должен быть тоже приклеила с одной стороны и на ручку когда начинаешь декорировать изделие самое главное вовремя остановиться а иногда это не совсем получается здесь мне показалось что место какое-то пустое думаю чем заполните и там хорошенькие мешочки с лавандой были я их опять вырвала и решила сюда подклеить опять же я посчитала что потом позже когда посмотрела все это должно высохнуть вот я уже на следующий день продолжала работу думаю что же они вот тут висят в воздухе нужно и велосипеды тоже свистят в воздухе поэтому решила под них подвести землю сейчас покажу как я это делала да но и вот я как говорила уже на следующий день обязательно все это покрывается лаком на два-три раза а потом уже можно дальше с этим всем работать для чего еще лаком очень часто когда наклеиваешь видны срезы вот мы же обрывали да эту вот самую с ответку чтобы не было видно срезов их нужно подтереть еще наждачкой для этого нужно можно конечно и уже приклеенном виде но обычно делают так покрывает лаком на пару раз дают хорошенько просохнуть и потом начинают работать наждачной бумагой вот эти края стараются их немножко стесать и затем уже отлично я делала что я делала я потом покрываю еще краской такими тампонирующими движениями всю поверхность и стараюсь закрыть краской вот эти все срезы если они тонкие подточенные подшорканные наждачной бумагой их становится не видно почему мы покрываем лаком для того чтобы сделать всю поверхность однородной а то получится если мы сразу краску начнем заводить да тут у нас покрашенная поверхность тут у нас приклеенная бумага и краску если мы начнем наносить она реагирует по-разному из покрашенной поверхностью из бумагой где бумага на больше начнет впитываться в общем ерунда получится поэтому для того чтобы сравнять по структуре все изделие покрывается поэтому лаком только для этого а потом уже ведутся все остальные работы вот так сделала и я покрыла на два раза лаком потом эту леечку и потом уже начала и рисовать землю и покрывать краской сейчас покажу как я это делала до лак я использую водный в любом случае чтобы быстрее сохну и удобнее в использовании а еще использую матовый лак поскольку работа будет состаренная она же с трещинками потом там падено будет то нам блеска не нужно лак использую матовый можно красками это было делать я решила взять карандаш серый для подводки глаз он жирненький такой и нарисовала там где мне нужно землю но мне потом показалось что это ярко взяла резиночку и резинка потерла все равно в таком видишь нельзя оставлять нужно что сделать нужно все это покрыть лаком а я еще решила немного разбавить этот серый цвет и взяла краску и краской начала поверх наносить поэтому вот сейчас возьми взяла белую краску и вот для растушевывания этого яркого черного цвета начала красочка беленькая проходить полностью карандаш не закрашивается просвечивается через вот к эту краску не в общем то понравился этот эффект такой какой нужно где не нужно я опять потом подрисовала карандашом 5 растушевала резинкой потом опять покрасила сначала вот вот этой белой краской а стены ну как я посчитала что стены там же земля значит должна быть какая-то и верхняя часть легким легким зеленым цветом протампонировала чтобы было видно что там вроде как поле вроде один фон здесь другой фон также мне показалось земля скучной я там нарисовала травинки кисточкой тоненькой почему сейчас рассказываю потому что я это не сняла вот эту часть изделия я уже продолжала наверное делать недели через три между больницей лежала дела у меня были гости были и уже заканчивала вот буквально на днях а начинала я ее вообще еще месяц назад делать немножко расслабилась и забыла просто все остальное снять ничего там особенного нет в принципе это не столь уже важно здесь же уже фантазия подключается хочешь траву рисуешь не рисуй хочешь небо рисуешь зеленую траву я вот зеленую травку нарисовала а там как будто бы у меня везде зеленое поле ну как я уже говорила нам нужно состарить эту лечку для этого мы делаем патину делаем патину вот под ободком наверху делаем патину внизу состариваем потому что у нас же есть трещинки сами ободки тоже состариваем сейчас посмотрите как это было но я уже говорила о том что необходимо тоном краской объединить или какими-то элементами объединить изделия в одно целое сделать это при помощи краски проще всего вот для этого я эти ободки видите да фиолетовой краской прохожу там еще кисточка сейчас под под ободком пройдусь да это белый то с фиолетовой краской тоже определенное конечно время занимает но но того стоит если бы не было трещинок можно было этого ничего не делать но отречены они уже обязывают что вроде как изделие должно быть состарено сначала покрываю фиолетовой краской отбиваю краску о поверхность и вот таким образом наношу а потом когда уже все ободки стали фиолетовыми и подсохли я уже наношу белую краску опять же отбитую на краску на кисточки вот где-то наношу где-то нет и обязательно темный цвет жидкая такое делаю краску жидкую и под ободок такой тонкой тонкой линии наношу это как будто бы там веками грязь собиралась или патина вот ну вот я туда прохожу но сейчас это слишком ярко нужно ее сделать более приглушенный вот потом я и говорю что я потом еще белой краской наносила процесс состаривания это не быстрый процесс по времени понятно что в жизни это вообще долго происходит конечно когда работу состариваешь искусственно тоже за раз нужно не управиться это надо постоянно то ты одной краской наносишь подтираешь наносишь другую подтираешь опять оставляешь высыхать можно покрыть лаком чтобы краски не смешивались еще что-то наносишь добавляйте и так до тех пор пока тебе не понравится конечный результат по окончании вот я снова покрыла все краской видите уже там зеленый фон виднеется но видите и травинки нарисованы вот я уже ободки до нужного степени состаренности сделала внизу все прошла темной краской где нужно и вот теперь на пару тройку раз покрыть лаком у меня опять показалось мало я взяла вот эту золотую пасту вот такую такого цвета эта паста используется для реставрации икон она очень плотная и хорошо держится и видите покрыла все вот эти повинно не могу люблю золото а в результате получилось вот такое изделие я оказалась довольна своим результатом долго ее делала на самом деле по времени это занимает не так уж долго но тем не менее у меня получилось долго вот сейчас покажу со всех сторон внутри носика я тоже запатинировала краской то что он покрыла лаком вот сейчас покажу значит донышко я тоже сейчас переверну покажу донышко видите какое тоже нужно же в тон было сделать а то получится все там такое состаренное здесь вроде как облезло и немного и вот где земля тоже пасты покрыла легкими движениями но здесь не передает весь цвет интересный ну как-то вот так получилось я оказалась довольна этим результатом ну а всем пока до новых встреч и если вы занимаетесь творчеством творческих успехов если нет попробуйте у вас все получится ведь это такой кайф делать что-то своими руками всем пока и и Продолжение следует...